Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Я начинаю новый влог, пол первого. Обычно влоги я начинаю с утра, но только не в этот раз. Небольшая такая предыстория. Те, кто давно подписан на мой канал, давно в курсе, что я очень люблю ювелирные изделия, очень люблю золото. Мне нравится 585 проба. У меня не так много на самом деле изделий, но вот все мои любимые хранятся здесь. И недавно листаю я ленту инстаграма и вижу кулон, который мне безумно понравился. Я его естественно кинула на армишки, потому что она тоже стрелец и этот кулончик связан со знаком зодиака. И на мое удивление, сегодня я получаю вот эту красоту. И как только я увидела коробочку, я поняла, что же здесь внутри. Кто не в курсе, расскажу вам вкратце. Я сейчас общаюсь с молодым человеком, с очень интересным. И в общем, я получила такой презент. То, что я действительно очень хотела. Я люблю такие подарки. В общем, это вот такой кулон. Не фокусируется камера, что делать. Он невероятно круто переливается. Здесь мой знак зодиака и я стрелец. Это золото. Очень нежно смотрится, красиво. Самое главное неожиданно и то, что я хотела. Вообще, он советовался с армишкой, хотел купить мне еще один букет. А я ее уже предупредила, говорю, хватит с букетами, давайте переходить на золото. Очень красиво. Буду носить с удовольствием, как вам пишите. Мне кажется, очень круто, когда человек просто пытается действительно угадать твои желания. Освещение, конечно, у нас с вами дурацкое. Ну, что поделать. Неохота была ринглай таскать сюда. Я очень надеюсь, что эта цепочка короткая, потому что длинную я не хочу. Вроде как раз там, где я хочу. Осталось только застегнуть. Я, если честно, хотела, чтобы цепочка была еще короче. Вот так вот. Но так тоже смотрится неплохо. Круто переливается. Как вам? Пишите обязательно в комментариях. Очень красиво. То, что я хотела. Просто я хотела чуть-чуть покороче. Вот так вот. А вообще сегодня, если честно, не очень удачный день. Я потеряла одну сережку. Но потеряла ее дома, когда купалась. Надеюсь, что эта сережка сейчас не в сливе. И я ее все-таки найду. И также за сегодняшний день я еще сломала застежку, цепочки, которые мне подарила Руксара. Это обидненько, конечно, досадно. Но да ладно. Все это, конечно, исправимо. И не стоит портить настроение из-за таких мелочей. Но эту сережку, естественно, очень жалко. Но я очень надеюсь, что она у меня найдется. Точнее, вторая пара обязательно где-то дома найдется. Если она не попала в слив. Вот. Я купалась и вдруг обнаружила, что сережки нет. Точнее, уже когда вышла. Не люблю я, на самом деле, в такой темноте что-то снимать. У меня здесь, кстати, на туалетном столике лежит два средства от Виктории Секрет. Один спрей, а другой крем. И вот этим кремом я просто каждый день пользуюсь. И он мне настолько нравится. Каждый вечер обязательно увлажняю ручки. Ну, а к вам я вернусь завтра. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Завтра Новый год. Даже если честно не верится. Я решила помыть машину. Точнее, мне позвонил сегодня утром парковщик. И сказал, что рядом с твоей машиной проводят строительные работы. И что-то может упасть на твою машину. Лучше ее переставь. И спустившись, я увидела, что моя красавица реально очень-очень грязная. Мне кажется, даже самая грязная машина у нас во дворе. Поэтому я ее дала помыться. Причем и внутри, и снаружи. Сейчас идем ее забирать. Вижу мою красотку. Уже чистая, блестит, сверкает. Красота. И внутри мне ее хорошенько помыли. Отлично. Можно куда-то на ней поехать. Но, к сожалению, у нас вот во дворе нету подземного гаража. Поэтому она у меня стоит на улице. И несмотря на то, что я ее очень редко вожу, все равно она в плохом состоянии. Вот я ее помыла, и будет она у меня стоять. Так, сядем. Нет, молодцы. Реально, правда, на видео не совсем видно. Но очень-очень все чисто. Прям хочется куда-то поехать на машине. Просто куда не знаю. Мне надо переделать ноготочки. Так что, наверное, никуда не поеду. Разве что вечером. На вечером за мной заедут. Я почему-то думала, что праздники, и весь двор будет пустой. Потому что все уезжают в деревни, в районы. Не знаю, отпуски и все дела. Но, как оказалось, наоборот. Столько машин заезжают. Столько машин выезжают. Места абсолютно нет. Все толпятся. Слава богу, у нас здесь есть очень хороший парковщик. Который реально помогает. И вот мы выбили для меня место. И я, пожалуй, уже сегодня и завтра на машине уже никуда не поеду. Потому что, если вернусь обратно, то уже места точно не найду. А вообще, цель в жизни у меня самая главная сейчас. Скажу вам по секрету, честно. Купить еще одну квартиру. Уже с подземным паркингом. С хорошим обслуживанием. С панорамными окнами. Пусть это будет небольшая квартира. Где-то 80 квадрат. Но со всеми этими условиями. Потому что этот МТК, если честно, мне немножко поднадоел. Здесь ни витражных окон. Ни места во дворе. С каждым в нем все соседи покупают тебе машины. Куда их ставить, потом непонятно. Особенно вечером, когда ты приезжаешь. Либо ты должен кого-то закрыть. В общем, хочется приезжать, знаете, в любое время, которое нравится вам. И не задумываться о том, что... А куда я дену машину? Чтобы у тебя в голове просто не было этой мысли. Вот, поэтому хочется. Но, естественно, то, что я хочу, стоит действительно очень больших денег. Именно из-за места расположения. То есть я хочу в центре города, а там квадраты стоят очень дорого. Но в любом случае мечтать не вредно. И, как правило, когда я что-то рассказываю вам, потом это сбывается. Вот то же самое было и с квартирой, и с машиной, и с зубами. Я надеюсь, что это моя мечта. Тоже обязательность полнится. А для этого не просто нужно мечтать, а нужно что-то делать, что-то предпринимать. А, следовательно, больше работать и стараться. Мне так нравятся мои диски. Смотрите, какая машина низкая. Поэтому не знаю, смогу ли я участвовать в кортеже друга детства. Потому что его невеста живет в деревне, а там дороги очень даже волнистые. Поэтому не знаю, смогу ли я на своей машине поехать. Но на крайняк можно взять машину брата. Всегда есть выход из ситуации. Главное захотеть. Немного почитала комментарии, которые вы пишете под мукбанками. Многие пишут по поводу моих зубов. Что они мне не подходят. Что я похожа на зайца из Нупокадин. Меня очень улыбнули действительно ваши комментарии. Честно сказать, я абсолютно на вас не обижаюсь. Хочу еще раз сказать всем, кто не понял, не услышал меня. Это все бременные зубы. То есть, виниры у меня будут готовы 20 января. Опять же, повторяю, для тех, кто не понял и пишет мне эти комментарии. Мы просто с вами друг друга недопоняли. Я просто уверена, что в конце, когда они уже будут стоять, вам всем обязательно понравится. Сейчас я хочу сходить и купить подарочки. Хотя уже поздно, не знаю, магазины будут работать. Время уже в 8, вроде праздничные дни. Я хочу купить подарочки для девчонок. Хотя бы небольшие, символические. Но у каждого хочется порадовать. Что-то я заказала с Trendyol, а что-то я куплю прямо сейчас. Классно сочетается этот шарфик с моей сумочкой. Очень нравится. Я тут делаю покупочки. Позвонила мне Нармина и говорит, что я сейчас в салоне. Мне сделали такой ужасный маникюр. Я не знаю, платить мне за это или нет. Мастер, который я сделала, маник, просто отказалась это переделывать. Взяла вещи и ушла. И она там сидит. Короче, мы сейчас поедем за ней. Потом подруга мне перезвонила и сказала, что все-таки другой мастер решил переделать ее ноготочки. Поэтому туда отправляться мы уже не стали и решили немного пошопиться. Вы знаете, я буквально 15-20 минут походила по магазинам с одеждой. Я поняла, что ничего мерить мне неохота. Я уже настолько привыкла не ходить по магазинам, а все необходимое заказывать. Что буквально за полчаса похода по магазинам у меня уже так разболелась голова. Хотя раньше я с удовольствием это делала. Да и если честно, цены тоже очень сильно отличаются. Мой молодой человек должен был меня забрать, но немного опоздал. И в связи с этим, как утешительный приз, он предложил мне пойти в Кику и купить косметику, которую я хочу. Мне сначала было неудобно, но в конце я согласилась. У меня ж ведь дома помад нет, то лишняя помада мне точно не помешает. Но, к сожалению, мои любимые блески, как вы видите, на всех на них стикер sold out. То есть их нет. И это не предновогодние скидки, скидок вообще нет. Просто перед Новым годом, завтра Новый год, и все покупают подарочки своим близким. Понятное дело, всех ходовых позиций просто нет. На мой взгляд, Кика это одна из самых распиаренных брендов косметики. Поэтому все их покупают. И качество мне тоже очень нравится. Упаковки, посмотрите, какие красивые румяшки. Хотела взять и еле удержалась. Вот в последний момент решила не брать. Что-то снимать тоже действительно было сложно, потому что людей очень много. Все топтаются. Вот только момент нашла, где никого не было. И немножко подсняла. И, естественно, кое-что прикупили. А сказать точнее, мне подарили. Кстати, на Арминочке сделали ноготочки, которые ей не сразу понравились. Потом ей переделали. Сейчас уже получилось хорошо. Смотрите, как красиво. Нежнятина, пряга. А первый раз было просто ужасно. Но она настояла на своем, попросила переделать. И, кстати, правильно сделала, что сказала. А то обходила с кривыми. Нет. Я бы, если честно, постеснялась. Я такой вообще человек. Я тоже стеснялась. Но я увидела, что, так скажем, мастер очень наглый. Вынуждена была, да, уже сказать? То есть я сказала, пожалуйста, исправьте. Она такая, типа, нет, я так делаю. Потом другой мастер исправил. Да, другой мастер исправил. Слава богу. В моле, кстати, прикольная новогодняя атмосфера. Очень красиво украсили. Прям чувствуется, что скоро надвигается праздник. Людей, правда, не так много, но уже поздно, понятное дело. Дома еще вам покажу, что же мне купили в Кико. На самом деле там почти ничего не было. Все ходовые позиции, понятное дело. Уже давно закончились. Но то, что было, я решила все-таки взять. Как красивая елочка. Все здесь фотографируются около этой елки. Очень красивые игрушки, сочетающиеся между собой, в отличие от моей елки, которая у меня дома. Это ужас, конечно. Ее пора уже давным-давно менять. Не самое лучшее место для съемки влогов. Здесь действительно очень темно. Но зато очень атмосферно. Классный вид на бульвар и живая музыка. Единственное, что меня безумно смутило, так эти стаканы без ручки. Горячий чай безумно неудобно держать в руках этот стакан. Мне не хотелось ничего супер сладкого, приторного, поэтому я взяла такой фруктовый десерт. Это самый обычный слоеный тортик, а подруга взяла себе вот такой брауни. Мне даже дома очень нравится приглушенный свет. Так я себя чувствую максимально комфортно. А в заведениях мне особенно нравится такая атмосфера. Но, к сожалению, для влога не всегда подходит. Как вы видите, я сейчас смотрю на картинку, такое ощущение, что я где-то в подвале сижу. Стаканчик действительно был настолько неудобный, что мне пришлось попросить официанта поменять на что-то другое. И мне предложили вот такой стаканчик. Я почувствовала такое облегчение. И я думала, вау, почему я не попросила это сделать раньше. Еще мы взяли клап-сэндвич, но я была абсолютно не голодная. И, можно сказать, даже к нему не притронулась. Я вам во влоге не сняла этот момент, но я перед тем, как выйти из дома, сняла для вас мукбанк. И была абсолютно не голодная. Дома я спешила, и поэтому не смогла вам показать свой лук. Я надела это платье, которое заказывала, если не ошибаюсь, Шейн в позапрошлом году. И вот эти мои новые сапожки из тренд-йола. Мне кажется, образ получился очень нежный и красивый. Так, я уже дома. На самом деле, уже вечер, освещение тоже не очень. Но да ладно, мне хочется доснять это видео, не оставлять его на завтра. В общем, что я вам должна показать. Помните, я вам в моем мукбанке рассказывала, что я хочу отношения, в которых мне будут дарить помады от Кико. И вы знаете, готово. И самый, знаете, прикол в том, что человек сам хочет для тебя что-то делать. То есть, я ничего не прошу, я не говорю, что купи мне это, то, третье, десятое и все остальное. Просто человек хочет тебя радовать, и это безумно приятно. Он немножко опоздал, он должен был заехать за мной. Точнее, он заехал, но немножко опоздал, потому что были пробки. И он сказал, все, я тебе должен Кико. Мы позвонили на Армине, спросили, где они. Они сказали, что они в моле. Он говорит, как раз в моле есть Кико, пойдем туда. И вы знаете, как назло, не было ничего, что я хочу. То есть, все эти блески, ходовые позиции, как всегда, их не было. Хайлайтера тоже не было. Поэтому взяли то, что было. Но, с одной стороны, хорошо, что этих ходовых позиций не было. Потому что я уже просфотчила. И то, что я купила, мне нравится безумно. Во-первых, это вот такая палетка. Нет, так вам не будет видно. Давайте я с другого ракурса. Мой туалетный столик, это просто находка. Так удобно что-то показывать. В общем, это вот такая палетка Тенетки. Как вы видите, я уже сделала скотчи. Показывала вам в своем инстаграме. И взяла две помады. Причем не из их популярной серии, а из классической. Одна из них помада Бальзам. Но начнем, пожалуй, с палетки. Настолько эстетичная упаковка. Настолько нежнятина, матовая. И очень-очень красивые оттенки. Если честно, я купила эту палетку чисто из-за вот этого шиммерного оттенка. Он невероятно красивый. Синие цвета я вообще не люблю. Честно, девочки, была бы возможность. Я чисто взяла бы эту однушку. Потому что нереально круто переливается. На видео это не видно. Оно действительно очень красивое. Достойные тени. Правда, синие оттенки. Я не знаю, что я с ними буду делать. Приноровлюсь. Буду стрелки рисовать. Что-то придумаем. Очень красивая упаковочка. Просто вау. Эстетика. Так много людей было в Кико и ни одной ходовой позиции, как всегда, у них не было. Вот что за беда? Почему вечно нет ходовых позиций? Я понять не могу. Но сейчас, перед Новым годом, понятное дело, все друг к дружку покупают подарки. И поэтому, наверное, их нет. Но, с одной стороны, это даже хорошо. Потому что я купила очень крутые две помады. И ногти не успела сегодня переделать. Хотя бы завтра надо переделать ноготочки. Потому что это не дело. Уже в таком состоянии ходить. Не знаю, насколько камера будет хорошо фокусироваться. Взяла две помады. Одна матовая. В очень красивом оттенке. Правда, кажется, что она очень темная. На самом деле нет. На губах смотрится просто бомба. И знаете, что меня удивило больше всего? Посмотрите, как мало продукта в этой помаде. То есть, здесь совсем немного. Для сравнения возьму другую помаду. И просто покажу вам для наглядности. Хотя, посмотрите, я ошибаюсь. Я почему-то думала, что продукта очень мало. Но если сравнивать с обычной помадой от Golden Rose, плюс-минус одинаково. Но почему-то мне сначала показалось, что стик совершенно небольшой. Так как белый стол, кажется, помады намного темнее, чем они есть на самом деле. Завтра или послезавтра по влогах обязательно накрашу и покажу на губах. Очень красивый оттенок. Не знаю, конечно, насколько вам будет интересно разглядывать помады. Но вот этот цвет, это тоже. Это помада Balsam. У меня есть на подобии от Dior. Но там оттенок не очень удачный. А вот этот просто бомба. Наносите такой, знаете, достаточно темный карандаш. И поверх вот этот помада-блеск получается супер просто. Это, конечно, надо рассматривать на губах. Но я вам просто вот так показываю пока что. Как говорит моя мамочка, у тебя же помад нет. У меня места нет. Вот что я вам могу сказать. Не знаете, маленькие покупки делают меня счастливее. Поэтому почему бы их не совершать правильно не помещается. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Можно даже в этот ящик. Он у меня полупустой. Поместим пока что сюда. Время уже реально очень поздно. Мне надо смывать макияж. И уже потихоньку ложиться спать. Потому что завтра надо встать рано, смонтировать для вас новогодний мукбанг. И вовремя его выложить. Вам огромное спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Надеюсь, что вам было интересно, весело со мной, что вы оценили это видео. И поставите лайк. И напишите какой-то комментарий. Я постараюсь под этим видео очень много кому ответить. Кстати, сережку свою золотую я так и не нашла. И сейчас я начала подозревать, что скорее всего я ее посеяла не дома. Потому что дома ее точно нигде нет. Ну что поделать. Значит, так было суждено. Всех люблю. Пока.